Открытие музея произошло в 1936 году, но по постановлению правительства оно получило первый статус музея и самый первый музей в Крымстане 9 декабря 1925 году. Итак, уже 11 лет подряд Айнагуля Панакуновна проводит экскурсии по Дому музея имени Михаила Васильевича Фронца. Рассказывает посетителям историю великого земляка, революционера, полководца Михаила Фронца. За годы своей работы повидала разную публику. Приходят и студенты, и школьники, и туристы. А еще приходят устраиваться на работу молодые экскурсоводы. Приходят, поработают немного и, как правило, уходят. Не просто экскурсоводом быть. Надо знать всю историю, надо знать и литературу. У нас есть. Они учатся, ходят, зубрят, повторяют. Это самое плохое. Поэтому вот некоторые... Это школа, понимаете. Вот девочки молодые. Есть вот Назира подошла, она очень хорошо проводит экскурсию. А не просто вот подошел и тыкаешь пальцем. Вот есть у нас. Зарплата самая маленькая. Я, например, вот получаю 6. Вначале у меня 3, 100 было вот с первых дней. Потом немножко добавили и вот так. Ну там проценты идут. Это первый мемориальный комплекс, который открылся в нашей стране в далеком 1925 году. Музей государственного значения. Всего же в столице более 20 разного рода музеев. Одни на балансе государства, другие переданы муниципалитету. Однако вопрос финансирования больной и для тех, и для других. Если в одном только музее имени Фрунзе сегодня работают 9 экскурсоводов, то в музеях поменьше, например, в мемориальном доме Исхака Розакова, из научных сотрудников не осталось практически никого. Одни лишь смотрители, додворники. Должностной оклад 4 500. Ну, в городе, например, это вот Бишкек, гор Кенеш нам добавляет 1000 сом. У нас в музеях там некому работать. Действительно, ушли люди. Например, старший научный сотрудник, его нет. У него оклад 4 300. Плюс 1000 сом 5 300. Как он будет работать? Естественно, он уйдет. Точно так же самое в библиотеках. Если думать, что культура может быть это вот сравнивать, может быть, с теми, кто вот эстрадными певцами. Они вот ходят там на тоях, поют это, они зарабатывают. А ведь сфера культуры – это и театры, и музеи, и архивы, и библиотеки, которые нужно содержать в порядке и обслуживать посетителей. Последние, к слову, вообще снискали себе славу исчезающего вида профессий. Якобы век развития технологий и смартфонов под рукой в печатных книгах нет необходимости. Залы библиотек пустуют, а в хранилищах огромные стеллажи книг, покрытых тоннами пыли. Оказалось, на практике дело обстоит иначе. Национальная библиотека имени Баилинова, к примеру, ежедневно принимает тысячи читателей. Но и это лишь потому, что помогают с финансированием зарубежные доноры и различные общественные организации. Приезжают иностранные студенты, приходят школьники, преподаватели, готовятся к лекциям и семинарам, пишут научные работы и даже госслужащие, говорят, сотрудники библиотеки, заводят себе читательский билет, чтобы изучать литературу по их профессиональному профилю, а еще кыргызский язык. Библиотекари же здесь работают без перерывов и выходных. Кто-то годами по 10-20, а то и 40 лет, а кто-то вот-вот устроился, как Аида Таничпекова, к примеру. С 2017 года я работаю библиотекарем. Про зарплату обычно не говорят. У нас 6-7-8, зависит от стажа работы, потому что здесь профессионалы работают, которые уже более 10-20 лет проработали, например, здесь. А у меня, так как я молодой специалист, я сейчас только развиваю свои навыки библиотекарские, например, из-за этого у меня мало, например. В последний раз зарплаты сотрудникам культурной сферы повышали почти.